Провожать терапевтов на выезд не прямая обязанность главной медсестры Александры Ивановны, но она по-другому не может. Почти три месяца лично подбадривает добрым словом. Для нее все сотрудники родные люди. Работает в поликлинике номер 3 без малого 50 лет. Мы стараемся людям ни в чем не отказывать. Если даже вот сейчас самозапись, и действительно и по 40 человек бывает на приеме и более, если человек хочет посетить доктора, слова нет, у нас в поликлинике не существует. Одинцовская городская поликлиника номер 3 имеет статус районной. Зона обслуживания только прикрепленных по заявлению пациентов почти 40 тысяч. 127 сотрудников. Но после распоряжения губернатора работу необходимо было перестроить в кратчайшие сроки. В стенах поликлиники только экстренная помощь узких специалистов. Восемь терапевтов полной амуниции на выездах. Одного из них мы как раз встретили во время съемок. Одна сплошная работа. Без выходных практически с утра до вечера. Вот сейчас такая моя жизнь пока. Надеемся, что все это пройдет, и мы пойдем в отпуск отдыхать. Но до отпуска пока далеко. Да и по настроению сотрудников понимаешь, в этой поликлинике царит порядок и здоровая атмосфера. Хотя работа начинается засветло и заканчивается поздним вечером. А для главного врача Ирины Шевелевой не на минуту. Видеоконференции с коллегами по цеху, по новой, еще не до конца изученной коронавирусной инфекции, административные дела поликлиники в жесткой сцепке с докторами знает про каждого пациента. Во сколько выросла нагрузка, мы, может быть, и посчитаем, но не сейчас. Сейчас надо просто идти и делать. Несмотря на то, что устал, несмотря на то, что семидневка. Люди, которые именно в поликлиниках работают, это люди с очень высокой выносливостью психологической. Население сейчас работает очень сложно в том плане, что вопросы нам ставят не всегда медицинские. Вот у него жизнь не удалась сделать так, чтобы у него было все хорошо. Мы поможем. Ирина Николаевна в поликлинике трудится более 40 лет. Признается, так тихо здесь еще не было никогда. Она со своим коллективом мечтает только об одном. Чтобы в коридоры поликлиники вернулись разговоры о жизни, пенсиях, лекарствах в ожидании приема специалиста. Василиса Ивашкина, Денис Харламов. Целекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова